Ну а мы продолжаем нашу программу. До светлого праздника Пасхи. Остается совсем-совсем немного времени. Второе мая уже не за горами, и мы не можем обойти стороной это событие и не поговорить о нем. Леш, ты совершенно прав. Я ведь не просто так сегодня в беленьком, вся в чистеньком, поскольку сегодня чистый четверг. Ну об этом и не только. Я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем Игорем Петровским, пресс-секретарем главы Донской митрополии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте всем. Игорь, ну с наступающим праздником. И вот, собственно, первый вопрос. Насколько мы знаем, в православном календаре Пасха считается одним из таких центральных праздников, если я ничего не путаю. Расскажите немножко об истории этого праздника. Пасха главный праздник, центральный. Он даже не входит в число 12 великих, он выше них. Весь церковный календарь отсчитывает свой ход именно от Пасхи Христовой. Собственно говоря, это начало не только церкви, не только Нового Завета, но и для христиан начало, наверное, Нового Года. Ну, без преувеличения даже Новой Эры. Апостол Павел в своих посланиях писал, что если бы Христос не воскрес, то и вера нахричетна. Вот эта весть и вера в то, что смерть не победила Спасителя, то, что Бог преодолел тление и кончину, это основа всего христианства. Поэтому, конечно, Пасха – это самый жизнеутверждающий, центральный и основной праздник христианской веры. Игорь, а я вот Пасху обожаю с самого детства, поскольку с бабушкой всегда ходила в храм на богослужение ночное. Подскажите, предвидятся ли они у нас в Ростовской области, в Ростове-на-Дону в этом году? И если да, то будут ли какие-то ограничения в связи с условиями пандемии? Либо же можно идти, ничего не бояться, ничем и ничто не будет ограничивать? Да, в контексте сегодняшнего дня ваш вопрос очень корректный, тем более, что мы в прошлую Пасху обращались к жителям нашей области, особенно пожилого возраста, с просьбой воздержаться от похода на пасхальное богослужение в храм. Но в этом году, после того, как целый фактически год и государство наше, и общество, и каждый в отдельности боролся и сделал все, что мог для того, чтобы и привиться, и как-то выздороветь, и соблюдал меры определенные, в этом году, конечно, двери храма будут открыты на Пасху, и ночная служба пройдет в каждом храме. Однако, враг не побежден, я имею в виду вирус, а не смерть, которую Христос победил. И поэтому все богослужения должны соблюдаться с масочным режимом. Ну, и, собственно говоря, это единственное такое ограничение, так двери будут открыты. Конечно, обычная наша рекомендация, те, кто плохо себя чувствует, те, кто чувствует некие позывы такого заболевания респираторного, конечно, останьтесь дома. Ну, а все другие, добро пожаловать, в каждом храме начнется ночная служба, в 12 часов ночи будет пасхальный крестный ход, и дальше продолжится литургия. Ну, а на следующий день, 2 мая, те, кто не сможет, может быть, в ночную службу прийти, но захочет вот с семьями, с детьми принять участие в пасхальных торжествах, мы приглашаем всех в 16.00 в Кафедральный собор Рождества Престой Богородицы, что возле Центрального рынка, там в 4 часа вечера, в воскресенье 2 мая, будет пасхальная вечерня с поздравлением главы Донской митрополии, с пением очень красивых песномений. Это будет небольшая служба, но очень яркая, радостная. Кто не сможет на ночную прийти, вот, пожалуйста, приходите в 4 в воскресенье в собор. Игорь, а я хочу вернуться все-таки непосредственно к празднику, его традициям, одной из которых является изготовление пасхальных куличей. Мы так вот уже, многие настолько к этому привыкли, что даже порой не задумываемся о значении вот этой традиции. Расскажите немножко о ней, когда она появилась. Пасхальный кулич прошел очень длинный путь, длиной в 3000 лет. Самый первый его пра-пра-пра-пра-пра-дедушка выглядел как обыкновенная еврейская маца. И это был символ выхода евреев из рабства. После того, как они ушли из Египта, они в память об этом исходе, они уходили очень быстро, даже не было времени на то, чтобы квасной хлеб взошел. И поэтому было приказано Моисеем срочно печь хлеб пресный, а преснаки так называемые. Но и этот же самый пресный хлеб был в руках у Спасителя во время Тайной Вечери. Так появилась божественная литургия. А в 11 веке появилась традиция вот этот хлеб резать на маленькие кусочки и на пасхальные недели раздавать людям. Ну а в 19 веке уже не все раздавали этот хлеб в субботу светлой седмицы, то есть через 6 дней после Пасхи. Не все могли, особенно в деревнях, через 6 дней после Пасхи дойти до храма по разным причинам. И поэтому люди придумали свой собственный пасхальный хлеб в виде вот этих куличей. Они его приносили перед Пасхой, освещали, приносили в дома и в течение светлой седмицы вот так вот этот пасхальный хлеб и употребляли. А вот форма нашего современного кулича, вытянутая такая цилиндрическая, вы не поверите, виной всему ромбаба. Во времена Пушкина в 19 веке на Вусе завезли первые ромбабы, ромовые бабы. И дворянство очень полюбило это и стало приказывать уже своим подчиненным крестьянам печь для себя пасхальные куличи в образе внешне, комусообразные такие, в образе ромбаб французских. Так появилась вот форма традиционного нашего кулича, вытянутая такая. А в 19 веке, в начале 19 века русский пасхальный кулич – это был обыкновенный каравай. Так что вот такая история в 3000 лет. Слушайте, как интересно, Игорь, я, честно говоря, никогда даже не задумывалась-то об этом, откуда произошло и какую историю интересную имеет. Но расскажите, коли уж у нас сегодня чистый четверг, о том, все-таки, что сегодня можно и нужно делать, а чего, например, делать нельзя. Игорь, спасибо. Спасибо большое, что внесли такую ясность. Мне кажется, для многих вы сейчас открыли просто глаза. Да. Игорь, спасибо вам большое. С наступающим вас светлым праздником Пасхи. Я напомню, на прямой связи со студией программы «Утро» был пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Спасибо. До свидания, Алексей. До свидания, Авел.